Добрый день, с вами магазин Юный Папа. Сегодня у нас на обзоре робота-ягуана с инфракрасным датчиком. Артикул модели 3729661. Данная модель предназначена детям в возрасте где-то от 4-5 лет. Отличительными особенностями модельки данной являются несколько видов и режимов игры. Это режим управления с пульта, классический, стандартный. Режим обнаружения препятствий. То есть, если запустить югану, в данном режиме она находит препятствия, она начинает кричать и обходить данное препятствие. Есть также режим следования. То есть, если поманить пальчиком игуану, то она, соответственно, побежит к вам. И режим реакции на звук. То есть, можно спрятать игуану данную в укромном месте. И, соответственно, когда она услышит какие-то звуки, она издаст тоже дикий крик. Все мы это посмотрим в сегодняшнем видео. Давайте данную модель распакуем и посмотрим на саму игуану. Вот так выглядит сама модель. Сделана достаточно качественно. И в комплект поставки входит сама игуана и непосредственно пульт управления. Непосредственно для эксплуатации... Сейчас уберем все лишнее. Для эксплуатации игуаны нам потребуются батарейки. Четыре батарейки устанавливаются у нас в саму игуану и две батареечки в пульт управления. Также стоит заметить, что есть возможность выбрать частоту. Их тут три. То есть, одновременно можно рядом использовать до трех игуан. Мы уже дополнительно подготовились. Давайте сейчас установим батареечки. Вот при желании обычные батарейки вы можете заменить на перезаряжаемые. Но они должны быть не менее полутора вольтовые. Смотрите. Вот открыли мы ей пузо. Здесь находится отсек. Обратите внимание, то есть отсек этот идет двусторонний. То есть вам нужно установить две батареечки с обратной стороны и две батареечки сверху. Устанавливаем батарейки. И непосредственно устанавливаем его в пульт. То есть суммарно здесь мы устанавливаем три батарейки в игуану четыре. Итогого нам потребуется семь мизинчиков батареек формата 3А для игры. Так, включаем игуану. И непосредственно по эксплуатации. Для начала разберем самый простой. Это первый режим. Он предназначен для маленьких детей. Вот, значит, есть, соответственно, две, несколько кнопок управления. Левая кнопка отвечает за движение игуаны. Причем, когда вы нажимаете на эту кнопку, игуана у вас начинает движение и перебирает лапками. Вот, обратите внимание, то есть на нижней стороне у нее идут колесики. Колесики с прорезиненными вставками, то есть никаких царапин, ничего не будет. Вот. И в момент, так сказать, импровизированной езды она шевелит лапками и рычит. Вторая кнопка предназначена для раскрывания, так сказать, гребня. Вот так вот. То есть нажимаем и держим. Она его складывает. Еще раз нажимаем, вот, раскладывает. Достаточно интересно смотрится. Вот. Также, теперь давайте попробуем выбрать другой режим работы. Для этого у нас есть над кнопкой включения. Сверху два. Если видно на видео. Вот. Две небольшие точечки. Вот они прямо на кнопку включения. Нам нужно нажать их вместе и дождаться изменения светового сигнала. Это она пугает. Значит, для обнаружения препятствий вам нужно будет изменить, чтобы глазки горели световым, красным цветом. Вот так. Сейчас попробуем. Вот. Цветовым. Вот она начинает идти. И как только она встречает препятствия. Ну вот, попробуем. Это если будет видно. Вот, смотрите. Мы ставим какую-то большую коробку. Вот. И, соответственно, давайте сделаем вот так вот наоборот. Она сейчас у нас бежит, не встречая препятствий. То есть, сейчас мы ее поставим. Вот она у нас побежала. Она встретила препятствия и начинает рычать и злиться на... и убегать. Прятаться. Это что касается режима непосредственно обнаружения препятствий. Теперь переключим его на режим следования. Так, это у нас третий режим. Вот. Соответственно, индикаторы у нас горят зеленой кнопкой. Соответственно, здесь нам нужно плавное манящее движение на расстоянии 15-20 сантиметров. Вот, сделать. И игуана у нас... Сейчас попробуем. Этот режим у нас получается третий. Сейчас. Вот. То есть, мы делаем манящее движение. Светоиндикация и датчики у нее расположены непосредственно на голове. Вот здесь. Соответственно, подводим рукой. Делаем манящее движение. И она идет за вами. То есть, достаточно интересно. Такое мы встречаем, если честно, впервые. За несколько лет существования радиоуправляемых игрушек. Вот. И непосредственно режим реакции на звук. Для того, чтобы выбрать режим реакции на звук непосредственно... Сейчас. Нам нужно правильно переключить. Вот. Синий режим. Вот. Соответственно, игуана у нас беззвучная. Создаем. Сейчас мы немножко успокоимся. Вот. Поставим ее... Поставили ее, так сказать, куда-то за угол. И кто-то проходит мимо. Соответственно. Она начинает дико рычать. И выбегает на обидчиках. Немножко порычит. И опять прячется в угол. То есть, достаточно интересно. Можно придумать прикольный розыгрыш на эту тематику. Вот. Это основные непосредственно функции управления. Вот. Еще раз запомните. Зеленый у нас индикатор. Это режим управления с пульта. Красный индикатор. Это... Точнее, наоборот. Прошу прощения. Красный индикатор. Это у нас обнаружение препятствий. Зеленый. Это режим следования. И синий. Это режим реакции на звук. С вами был магазин Юный Папа. Оставляйте ваши комментарии под данным видео. Постараемся на них ответить. Всего вам доброго. До новых встреч.